что ребят мы приехали с димой это мой двоюродный брат по совместительству крестный сын приехали с ним на охоту на селезнь утки с пацаной ехали вот потому оврагу по верху по горе до приехали вот на такой залитый лук залитый лук там деревне недалеко утка вся утка вся утка сидит камуше сейчас мы на краю здесь ставим скрад даже сегодня вечер будет не очень удачный этому что завтра утрянка будет шикарно то что мотается много а через асфальт общезасованные угодья там оба очень большой лук залитый почему там не стал ставить скрадок потому что в общем на суде угодья весной это просто кавардак там столько народу и ты поставишь кого свороет здесь я надеюсь я поставлю сегодня вечер завтра утро может послезавтра вечер и я его сниму также но хотя здесь нет следов пребывания вообще охотников все выдвигаемся ставим скрадок выбираем уазик и где будку не запад маскировать травы местной разведка боем так сказать так все по низам до зелененько то что зелененько торчит а здесь понял надо по низам и при присыпать чтобы когда утка летела сильно резко разные звуки и виды и не пугали открытать хорошо там три ту две сейчас вечерка вечерка пойдет утки на шутки ракать наши пацаны селезня прилетят и вот так сверху еще и вот так по присыпать вот здесь под местную такой она все это осыпется потом чуть-чуть но все будет ближе к естественному фону чтобы она сильно резко не уделялась я пошел сейчас уток принесу ружье и отгоню уазик понял а ты потом как все присыпешь здесь сверху сходи и еще вот таких вот две палки ровных сломай чтобы мы на них смогли уток привязать понял это да смотрите ребят сколько гуся смотрите сколько гуся летит какая красота открытик через неделю димка там шоке на высоко идут очень хорошо летят и так димка сама вам две палки пацаны у меня здесь две штуки сейчас моих вот туда от нас подальше поставим на палочку одну туда одну может быть сюда поближе и все я вам вкратце я расскажу вот под фонарик next touch next touch 450 люменов исходя из этого максимальный у него есть четыре режима работы и есть еще фонарик который находится внутри у него несколько режимов как можно постоянный мощный как также можно затухающий и можно менять яркость еще можно включать красный фонарь опознавательно что было видно с далеками на красный цвет да не сильно яркий что светило но чтоб красного работал ой как утки разрывается но это все я вам покажу чуть-чуть попозже когда уже будем уже на охоте охотиться мы будем со старенькой двухстволкой тот 66 штучная будем охотиться с нее я думаю что для селезня лучше и не надо это не гуси где нам нужны пятизарядки мы можем прекрасно с посидеть подождать нашего самца давай еще одну такую же палочку стави по ровно да она там лежала она там лежала такая на там лежал такая потому что там сухая есть большая есть там еще охотники приехали на моих а мы их опередили молодец молодец она молчит сразу да умничка ты это самая хорошая утка наверное куртки тоже уберу вот так вот и не давай садись сюда на стул куда придется нагибаться оп-оп так ничего страшного подними оторвалась ты прикинь что что делать ловить что делать то есть ничего Тихо-тихо-тихо, Дима, тихо-тихо, не иди сюда, Дима, не иди сюда. А как так получилось? Веревка слетела почему-то. Уд Click Обе утки, представляешь? А нет, селезнь-то ж есть. Нельзя так стрелять. Молодец. Видел? Значит почему нельзя стрелять? Потому что вместе взлетели вдвоем. Блин. Утка хорошо отработала, сели все шикарно. Да, не то что вдвоем, они близко были друг к дружке. Можно было сбить утку. Так она неплохо крякает, да? Вот еще пара, выключи фонарик. Молодец какая. Давай, давай, давай. Давай, 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 все, выключи. Молодец. Сейчас сядут эти четыре Должны, вот четыре доходят, сейчас должны сесть к ней Не захотели что ли? Это тусклый свет, красный горит, красный моргает и яркий Вот так горит, потом берем, открываем, оп, и уже горит маленький Тут как-то побольше Да, этот рассеивает Да, этот рассеивающий свет такой получается на большом фонаре А когда открываешь, загорается более яркий, но точкой бьет Да, видишь, две пары село Первым можно было подождать, пока они подплывут, а я не подождал Они могли подплыть, разбиться, и по светлому еще видно было бы, где селись Видите, я бы торопился А вторые вообще не видно, где селись, где утки, как нельзя стрелять Ну что, ребят, у нас вторая вечерка с Димкой Вчера мы не добыли ни одного селезня, хотя утка прекрасно осаживала нам две пары Но не удобно было стрелять Сегодня решили взять с собой утку в тайгу Сделать из нее скрадок, вернее, скрадок поставить в ней Сейчас я все покажу И на ней переберемся через речку И вон там везде утки орут Мы найдем в островочке, либо за тишок, где вода стоящая, не течет И куда утка больше всего садится И посидим там с пацанами, посмотрим, что вас из этого будет Так, одну сторону накачали Качали, а вторую сторону Дим, смотри Вот эти металлические штуки Одну уже потеряли, гайчик Вот ты по ее размеру отрежь утеплитель Мы его вниз сейчас привяжем, чтобы он нам не порвал лодку Понял? Итак, лодку накачали Вообще, в тайге У тайги у нее есть еще крепкое дно Твердое дно, которому можно собрать И само дно, которое из ПВХ Оно тоже накачивается Можно приподнять лодку Нам это не нужно Нам лишь бы перебраться через воду И там где-то на мелководье Где-то на мелководье Поставить наш скрадок Либо в лодке его поставить Либо если там будет островок Поставить на островке Благодаря тому, что вот камуфлированная Мы сможем и так просто оставить Если опять же там будет сухо Если будет не сухо Будем охотиться с лодки Маскировка Но время покажет Но время покажет Я потом на лодку не заберусь Я потом на лодку не заберусь То ли бобринная, то ли Утка уже взлетает Итак, как мне кажется Мы вышли на шикарное место Мы вышли на шикарное место Смотрите, сзади меня вода Разлив И на это зеркало Утка должна идти вечером Я на это надеюсь Сейчас пацаны Ставим там Здесь какие-то кочечки Чтобы они могли обсыхать Отдыхать Сами в камыше Встаем Пидем чай и отдыхаем Все, поехали от нее подальше Садилась? Не вижу Наделась, да? Все Блин Стопроцентный трофей был Диман Сюда плывет Вот они Блин Сюда плывет Сюда плывет Продолжение следует... Продолжение следует... Я немножко обзадил, и он уплыл. Надо было вторым добивать. Я видел, что он падал с вытянутой шеи, надо было добивать вторым. Я почему-то не стрянул. Ну что, друзья, по-светлому сел в селезень. Я стрелял, снова бить вторым. Я видел, что он падает с напряженной шеей. Почему не стрянул, не знаю. Не знаю, почему не стрянул. Загубил. Сейчас бы хорошо было бы Драдхара с собой, но она бы меня поцапала всех подсадных. Ладно, сидим дальше. Как же я манки забыл, а? Сейчас может получиться так, что вечерка пойдет, а она будет молчать. Дим, как мы волок оставили, а? Дим, помогай. Аккуратно только. Не выходи. Бля, что делать ты с ним? Да, стой, не бойся, сейчас я тебя отпущу. Стой. Стой, лапу сломаешь себе. Стой, лапу сломаешь себе. Ну что замолчали-то, блин? Утки, мать его вашу! Летают, летают, ты глянь. Ну вы что молчите? Две пары пролетело, а? Как низко здесь летают утки. А подсадные замолчали. О, гуси летят. Высоко, конечно. Вообще замолчу, видал, две пары пролетело. Можно было и одних, и вторых осадить. Еще пара. Еще шесть штук. Да я вижу, что ты спрятался. Я-то не спрятался. У меня утки молчат. Ну дайте голос, вы. Два черка. Движняк пошел, а утки молчат. Вот это подзасада. Вон еще четыре штуки. Блин, сколько уток мотается, а? Свияски. А? Свияски где-то со спины заходят. Ну как низко. Вот они, тремся по ним только. А утки молчат. Я различив, где селезь, где утка. Монок на два брать, собрать. Чего? Чехол у тебя. Чехол от ружьями дай, пожалуйста. Чехол от ружьями дай. Чехол от ружьями дай. Так, веревка здесь была где? Отвязалась, не отвязалась? Вот так. А, мы козьку вышли. А? Козьку вышли. А, мы козьку вышли. А, мы козьку. А, мы козьку. А, мы козька. А, мы козьку. Субтитры сделал DimaTorzok